Всем самого доброго времени! Я не снимала видео на предыдущей неделе, потому что было довольно-таки много работы, довольно-таки много было событий, которых я сниму отдельное видео. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать новых видео. И сегодня у меня будут две помощницы, две подружки, две сестрички, совершенно разные по характеру, хотя они сделаны в одном практически стиле. Это зомби Таро и Таро домохозяек. Вот такая вот одна у нас скромница, серая мышка, домохозяйка Зануда, а вторая вот такая зомби, страшила, вот такая готическая невеста. Соответственно, вот такие две колоды будут нам пророчить на новую неделю. И я решила опять же сделать баттл двух колод, зомби Таро и домохозяек. Соответственно, половине представителей знаков зодиаков достанется зомби, половине достанется домохозяйке. И мы посмотрим с 20 по 26 марта. Итак, начинаем с Овна. Я решила первую половину на зомби начать. А вторую половину знаков зодиаков с 6 по 12 на домохозяйках. Ну, так вот мне захотелось. Итак, смотрим, Что будет у наших Овна в понедельник 20 марта? Во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье. Поехали. Значит, дорогие Овну, в понедельник вы, возможно, будете хранить какую-то тайну. Возможно, сможете обойти своих врагов. И, в принципе, будете довольны результатом. Главное, держите язык за зубами в понедельник. Во вторник нашим Овнам, ну, что можно посоветовать? Ну, конечно, по этой карте это закупки в супермаркете. Это может быть некое расхламление и некие новые приобретения. Вот такие бытовые закупки. Далее. И еще, знаете что? Вот по этой карте, возможно, вы можете захотеть... Знаете, есть такой синдром соседней корзинки. Вот я его так называю, корзинки покупателя. Когда ты хочешь именно то, что есть в корзинке у другого человека. То есть, соответственно, и вы, возможно, во вторник поймете, что вам чего-то недостает в любой сфере. Будь то отношения, работа, какие-то навыки, какие-то новые сферы обучения или таланты, которые вы увидите у другого человека в корзине или в тележке. Дальше. Среда. Ну, в среду овнов по пятерке жезлов конфликт. Самый настоящий конфликт. Кто-то вас сделает обездвиженным. Кто-то реально у вас вырубит почву из-под ног. Будьте осторожны в среду. Травмоопасная ситуация. Что касается четверга. Дорогие овны. Шестерка мечей. Вполне возможно путешествие. Вполне возможно путешествие вечером. Там поход какой-то, вечерняя сходка куда-то, либо вечернее свидание, вечерняя дорога. Говорят старые гадалки. Поздняя дорога, вечерняя дорога. Дальше. Давайте посмотрим пятницу. Пятница у вас пятиться не будет. Ну, здесь я могу сказать, что законсервировано все. Опять же, нужно держать язык за зубами. Опять же, в пятницу вполне возможно усталость. Вот такое желание просто хлебнуть свежего воздуха, расслабиться. Вот головные боли могут быть в пятницу и овнов. Так, в субботу. В субботу и воскресенье. Ну, шестерка жезлов и рыцарь жезлов. Опять же, поездка может быть такая неожиданная. И какие-то новые новости. Какая-то победа, какой-то вот конкретный результат. Вы будете овной победителем на этой неделе. Благодаря тому, что сможете удержать язык на зубами. Ну, и попрыгать на чужих костях. Вот такой вот расклад на эту неделю был для овнов. Теперь смотрим тельцов. Опять же, неделька всех тельцов. Значит так, тельцы, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Ну, давайте смотреть наших тельчат. Значит так, выпала карта МАХ. По этой карте что я могу сказать? Дорогие тельцы, в понедельник вы можете начать общение с врачами. Вполне возможно, здоровье может о себе дать знать. Дальше, давайте посмотрим вторник. Во вторник у нас желание, кого бы то ни было, покопаться в вашем нижнем белье. Какие-то раз узнать ваши тайны, секреты. Вполне возможно, вы какой-то секрет захотите узнать. Перепоколошить прошлое и также, возможно, домашнее расхламление элементарно. Просто уборка генеральная в том числе. Что касается среды, могут быть обжорства, могут быть какие-то спонтанные вот такие вот события под знаком плюс, под знаком максимум. То есть, либо обжорство эмоциональное кем-то или чем-то, либо вот в прямом смысле слова объедаловки. Что касается четверга, тройка мечей, конфликты какие-то, острые ссоры. У кого проблемы с сердцем в четверг, будьте осторожны, дорогие тельцы. Что касается пятницы, выпала карта Шут. Вполне возможно, случайное знакомство. Либо человек, кого вы для себя похоронили, может выйти на связь. Очень интересно. Вообще, если вы хотите проведать кого-то из усопших, можете и в прямом смысле воспользоваться советом. Если занимаетесь магией, дать подношения, принести свои какие-то подарки, оставить на кладбище в том числе. Что касается субботы, выпала карта правосудия. Правосудие покажет, что просто все, мне кажется, сможет уравняться. И по карте правосудию постарайтесь ни с кем не вступать в конфликтные отношения. Ну и воскресенье любовные, романтические могут быть моменты в этой карте. И, мне кажется, вообще тема любви, отношений будет воскресенье преобладать у тельцов. Итак, мы переходим к близнецам, что и ждет на следующей неделе. С понедельника по воскресенье. С 20 по 26 марта. Понедельник. Вторник. Интересно, перевернутые карты пошли. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. И воскресенье. Значит так, дорогие близнецы. Понедельник. Выпала карта суд. На вашу голову посыпется шквал критики, шквал непонимания. Вполне возможно, в голове появятся какие-то новые захватывающие идеи. Если вы склонны к повышенному давлению, будьте внимательны в этот понедельник. И постарайтесь не сделать из себя козла отпущения в этот понедельник. Что касается вторника. В вторник выпала карта солнца. Возможно, внеплановая поездка куда-то. Возможно, потепление в отношениях. И также возможно, что вы будете кого-то спасать. Будете кому-то протягивать руку. Помощью греть кого-то. Ну вот элементарно. Что касается среды. Вы найдете некий ключ, некое решение проблемы. Плюс вполне возможно будет сон, который будет сном-ключом. Сон, который поможет вам решить ваши проблемы. То есть во сне вы найдете ответ ключевое решение своей проблемы. Сон пророческий. Может быть в среду. В среду. То есть со вторника на среду. Либо может быть ночи со среды на четверг. И так, и так. Поэтому на эти два дня обратите внимание на сны. Что касается четверга. В четверг вполне возможно кто-то младше вас. Может вам сослужить не очень хорошую службу. Может принести не очень хорошие новости. Так же вполне возможно что-то вы узнаете. То, что нужно проверять. Несколько раз. То есть новость, которая нуждается в проверке. В уточнении. Что касается пятницы. В пятницу. Вот есть такой момент, что кто-то вам будет в ваши руки. Что называется, в ваши действия. Не давать в полной мере проявлять. То есть будет вас ограничивать. Это то, что касается пятницы. И это скорее всего будет женщина. Что касается субботы. В субботу общение по скайпу. Какие-то новые методы. Какие-то новые техники можете испробовать. Вообще можете заниматься тем, что давно хотелось. Давно опробовать, исследовать. Посмотреть на практики. Ну и общение в скайпе, в вайбере. С теми, с кем вы давно не общались, не списывались. Тоже очень может быть по этой карте. И в воскресенье вы будете заниматься безопасностью своего жилья. Вполне возможно смена элементарных замков в своей квартире. Вполне возможно подумайте о каких-то других способах безопасности. Вполне возможно все пароли в учетках будете перебирать. Либо вас захотят взломать. В интернет особенно аспекте может проигрываться. Ну и в целом, может быть даже кто-то разживется газовым баллончиком. То есть все вопросы связаны с безопасностью. Своей как в реальном мире, так и в виртуальном пространстве. Это был вот такой еженедельный гороскоп для близнецов. А мы сейчас переходим к нашим уважаемым ракам. Так, давайте сделаем им... У меня конечно не очень с раками это слово. С раками и ракинями эта карта не очень ассоциируется. Но тем не менее интересно как она проиграется именно у них. Итак, понедельник для раков. Конечно бы ракам бы больше домохозяйки подошли, но в следующий раз может быть сделаю наоборот. Первых шесть будут домохозяйки, а второй раз будет домби. Понедельник у раков. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. И воскресенье. Ну как интересно урока все. Поездки, командировки. Могут быть аварии в понедельник. Могут быть проблемы связанные вообще с передвижением, с транспортом. Мертвые, глухие поездки. Поездки, которые не принесут желаемого результата. Поездки, которые будут напрасны. Аварии могут быть на дорогах. Вообще происшествия связаны с дорогой. Вот. Поэтому лучше старайтесь не садиться за руль. Старайтесь лучше вызвать, например, такси и садиться сзади водитель. Вот такой нехитрый совет. Также могут быть желаемые покупки самокаты, велосипеды, мотоциклы. Все что угодно. Если вы мотоциклисты, постарайтесь не рисковать в понедельник. Мотоциклисты раки особенно. Так. Что касается вторника. Выпала карта мир. Ну, что я могу сказать. Можете узнать о не особо приятных новостях, которые не будут касаться напрямую вас. Также эта карта может показывать известия о ком-то, кто живет от вас довольно-таки далеко. Что касается среды, ну, по этой карте, мне кажется, вам могут предложить курсы повышения квалификации, какие-то обучающие семинары, какие-то обучающие неплановые курсы, которые, в принципе, можете как проводить вы, так и быть учеником на них. То есть, что-то вот такое обучающее, то, что вы можете дать другим людям и то, что они могут получить от вас. Вообще, какой-то интересный, нужный совет, нужную мысль вы можете получить именно в эту среду, да. Вот по карте жрец, именно совет мудрого, опытного человека для вас. Ну, и в таком негативном варианте, может быть, вас кто-то захочет поучить жизни, поучить, поумничать, что такое хорошо, почитать морали, ну, это абсолютно бесполезно. Так, с их стороны, ну, тем не менее, такое может быть. Что касается четверга, двойка мечей, ссора, конфликт, нежелание уступать друг другу. Бойтесь четверга и конфликта в этот день. Что касается пятницы, ну, здесь выпала карта МАХ, манипуляция, желание сделать по-своему, желание провести эксперимент, желание быть хорошим за счет других. Ну, собственно говоря, старайтесь эти качества в себе развивать в эту пятницу и старайтесь не давать другим на себе ездить в пятницу. Что касается субботы, также, возможно, общение, встреча с новым человеком, также, возможно, кто-то, кого вы для себя похоронили, может о себе дать знать. И также, если у вас есть, вот, собственно говоря, необходимость, навестите на кладбище своих близких, своих родных, тех, кого вы давно не вспоминали, можете помянуть, можете навестить. Так, и что касается воскресенья, королева кубков, также могут быть зажоры, особенно люди-обжоры, те, кто страдает булимией, ну, в таком хорошем варианте это могут быть походы в кафе, в ресторанчики, это могут быть какие-то походы в спа-салоны, в салоны с бассейнами, например, и в целом такой приятный день удовольствия для рак, как именно воскресенье. Ну, и мы переходим к львам. Дорогие львы, это будет для вас недельный гороскоп. Ну, смотрим. Понедельник. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. И воскресенье. Ну, что у львов будет понедельник? Любовное такое фривольное настроение. Может быть, с кем-то сможете пойти на романтическое свидание. Может быть, с кем-то сблизитесь. Кто-то откроет вам свою тайну. Но имейте в виду, что это все может быть не совсем стабильно. Что касается вторника. Ну, по вторнику здесь есть ощущение того, что кто-то из львов может захотеть пойти к стоматологу. Также есть ощущение, что кто-то будет нуждаться в услугах мастера. Это слесарь, это может быть сантехник, любые ремонтные работы бытовые. Что касается среды, здесь у нас ситуация такова, что вы будете связаны по рукам и ногам. Ситуация такова, что вы не сможете сделать все дела, которые вы запланировали. Не сможете многое успеть. То есть, среда такой будет зябкий день, в котором большую часть времени можете пробыть дома. И можете быть ограничены в своих делах. И не будут, собственно говоря, события развиваться активно, интенсивно и содержательно, как бы вам этого хотелось. Что касается четверга. Ну, здесь может быть поход вашей свекрови, либо тещи, если смотрят меня мужчины. То есть, старшей взрослой родственницы поход. Общение с пожилой женщиной, которая может показать свой капкан. Которая может, собственно говоря, выставить свои острые зубки. И всегда ответить вам. Плюс, также, возможно, ситуация капканиста, в которую вы можете угодить в этот четверг. Заподнял ловушка. И ее можно обойти только вооружившись советом женщины старшего по возрасту. Чаще всего это женщины весы, близнецы или водолей. Что касается пятницы, могут быть проблемы у львов с позвоночником. И в пятницу могут захотеть пойти на сделку со своей совестью львы. Но, скорее всего, не рекомендуется этого делать. Потому что по карте правосудия могут быть такое желание что-то нарушить. Да, какие-то догмы морали, догмы своей этики. Ничем хорошем это не закончится. Что касается субботы для львов, также нежелательные поездки. Также вполне возможно, что событий будет много. Усталость большая от этих поездок. И желание будет просто лечь и лежать трупом, отдохнуть. Что касается воскресенья, здесь по тройке кубков. Удовольствие, общение, может быть, поход в гости, какая-то вылазка. То есть из нескольких человек именно общение. Сообразить на троих для львов будет актуально, как никогда, в эту неделю. Ну и последним завершают, собственно говоря, цикл раскладов этой недели на зомби-таро. Это девы, да, наши скромные девы, им тоже уготована судьба быть посмотренными, погаданными на колоде зомби-таро. Итак, понедельник для дев. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Обратите внимание, как карты повторяются, да, вот казалось, 78 карт, а многие повторяются из знака в знак. Итак, понедельник для дев. У нас это четверка мечей. Вполне возможно, что день будет не сколько событий, а сколько желания выспаться. День воспоминаний. Также возможно, что некоторые девы захотят свое место сна поменять, либо оформить, либо купить новое покрывало, либо новое постельное, и вообще в целом выспаться и соблюдать постельный режим. Может быть, в понедельник кто-то из дев будет чувствовать себя неважно. Что касается вторника, поход врача может быть во вторник. Вообще, человека-специалиста, чаще всего это врачи, да. И главное, найдите такого, который не будет из вас делать кролика, который не будет на вас ставить эксперименты. Что касается среды, ну, здесь вполне возможно улучшение состояния здоровья. Раз. Также вполне возможно, что вы можете получить какую-то награду. И также вполне возможно, можете наделать какие-то глупости. Поэтому не будьте одураченными в среду, дорогие девы. Будьте осторожны и осмотрительны. Что вам, в принципе, довольно-таки свойственно. Что касается четверга, есть ощущение, что близкий человек может выпить спиртного больше, чем вам нужно. Также возможно ограбление, то есть вот этот старый пират, да, утопленник. Вполне возможно, что-то может у вас вот именно связано с водой. Либо может быть затопление какие-то в квартире, либо что-то может быть украдено. Поэтому будьте осторожны с тем, чтобы что-то от вас не уплыло. Это могут быть как материальные вещи, так и люди, так и какие-то интересные предложения. Да, чтобы не было утоплено от вас что-то важное. Это то, что касается четверга. Что касается пятницы. Пятница – день шансов, день возможностей, день желания каких-то вот ситуаций, которые будут закладывать фундамент, в которых будет закладываться скелет, каких-то интересных решений, интересных моделей. Постарайтесь этот день максимально расписать и максимально заложить в него фундамент именно в этот день. Так, что касается субботы. Домашний такой день, при этом отличный домашняя такая рутина, но день приятный. Такой именно день всей семьи. Что касается воскресенья. Ну, здесь это телевизор, это интернет, это всевозможные походы в кино могут быть. И в целом советы кого бы то ни было старшего. Слушайте, как мужчина на Януковича похож. Правда, дорогие девы, что вы об этом думаете? Вот такая вот отсебятина небольшая. Ну, хорошо, переходим к следующей колоде. Мы уже посмотрели шесть. И у нас завершают девы-зомби. И переходим мы к домохозяйкам. И домохозяек у нас открывает не девы, это было бы слишком банально, а весы. Итак, дорогие весы, давайте посмотрим, что же ждет вас на этой неделе. На скромницах, занудах, чистоплюйках. Это домохозяйка. Итак, что ждет наших весов в понедельник. Несмотря на то, что домохозяйки, я смотрю мужчинам тоже. Во вторник у весов, в среду и в четверг. Как же часто марк всем падает. Что ждет весов в пятницу, в субботу и в воскресенье. Так, вопросы материнства, вопросы связанные с детьми. И вообще такое ощущение, что понедельник очень будет активно, насыщенно. Может быть весы некоторые получат зарплату, свой доход в понедельник. Во вторник очень много поездок, разъездов. Такой вот суматошный немножко день у наших весов. Среда, вполне возможно, вам кто-то захочет что-то втюхнуть, продать, навязать. Что-то будет явно не такое, каким это будет расписывать. Поэтому будьте осторожны. В четверг, может быть, захотите что-то новенькое приготовить. Также вполне возможно, что в четверг захотят соединить совершенно разных. Подружить, соединить людей, которые друг с другом не особо ладят. Вообще, также у весов может играть первую скрипку человек воздушной стихии. В этот четверг это может быть весы, водолеи или близнецы. Что касается пятницы, ну, тройка пентаклей. Рабочий день, будете помогать другим, другие люди будут помогать вам. Что касается субботы. Знаете, вот такое ощущение, что захочется просто тишины, покоя. И еще есть такое ощущение, что узнаете какую-то интересную тайну, дорогие весы. Ну, и в воскресенье здесь может быть ссора в кругу домашнем. Также могут быть поломки техники, которая отказывается служить. И также инвентаризация старой техники. Может быть, именно в воскресенье. Ну, а мы переходим к нашим дорогим Скорпионам. И смотрим, что же их ждет на этой неделе. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. И воскресенье. Значит так, по понедельнику Скорпионы будут раздавать советы налево и направо. Но не все, конечно, будут ими пользоваться. Что касается вторника, то счастливый день, счастливый случай для Скорпионов. Постарайтесь не растерять свою удачу. Постарайтесь этим везением воспользоваться. Что касается среды, четверка Пентакли. Вполне возможно, вам нужно быть экономным, быть жадным. Либо другие люди проявят жадность в сторону вас. Постарайтесь откладывать, постарайтесь копить. Деньги вам пригодятся. Постарайтесь их не потратить в эту среду. Что касается четверга, туз Пентакли. Маленькая прибавка, маленькое денежное вознаграждение получите. Видите как? Кто экономит среду, тот получает прибавку в четверг. Что касается пятницы, тоже опять выпала умеренность. Тоже экономия, девиз Скорпионов. И вообще какая-то интересная возможность сделать просто из ничего что-то. То есть, грубо говоря, вы либо разных людей, либо разные события смешаете так, что вы получите что-то диаметрально новое. Какой-то микс у вас может быть. Либо микс каких-то творческих решений. Либо можете соединить разных людей друг с другом, перемешать. Очень-очень интересный, креативный день пятницы для Скорпионов. В субботу будете стравливать людей. Будете против кого-то дружить. Ну, из песни слов не выкишь. Причем это не только касается женщин, но и мужчин. Что касается воскресенья, король кубков. Ну, будет желание просто оторваться, напиться и излить душу первому попавшемуся человеку, на которого вам абсолютно будет пофиг. Просто желание излить душу и расслабиться за бутылочкой другой. Это были Скорпионы и домохозяйки. И мы переходим к стрельцам. Дорогие стрельцы, что же у вас? Сейчас понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ух, дорогие стрельцы, будут ждать у моря погоды. Будут ждать довольно-таки медленно. Может быть, огородническими принадлежностями, цветами будут заниматься. Покупкой овощей, рассады и так далее. Сажать что-то будут. Во вторник я явно вижу какие-то наезды. И на вас могут быть наезды. И вы можете отхлопать по пятой точке. Ну, и в прямом смысле так в переносном. Вообще, бойтесь побоев ментальных, побоев каких-то психологического битья. Это очень может быть во вторник у стрельцов. Что касается среды, работа, работа, ничего кроме работы. Что касается четверга, здесь шестерка Пентакли. Прибавка денег. Кто-то явно вас может чем-то угостить. Либо идеей, либо материальном проявлении чем-то. Хороший денек. Могут вам что-то отдать. Может быть, что-то с ненужных вещей. Может быть, что-то вам могут отдать, то, что вам пригодится. Что-то вы выпросите, в конце концов. Либо могут выпрашивать у вас, но вы, собственно, поделитесь. Не будете жадиной. Что касается пятницы. Двойка жезлов. Ну, явно будете искать человека, который может вам перебрать руки. Может вам помочь. И вы его найдете. Что касается субботы. Ну, грязная работа. Неприятная работа. Но вы ее будете делать. Это может быть работа и в отношениях. Вычищать грязь. Это может быть и эзотерическая, магическая очистка. Ну, наводить блеск будете в субботу. Ну, и в воскресенье можете пойти на сделку со своей совестью. Можете искуситься, начиная от тортика и заканчивая чем-то покрепче, поострее. Так что искушения у дьявола бывают разные. Вы сами понимаете. Я не буду продолжать этот разговор. Но искушения будут сполна у воскресенья, у стрельцов. Теперь давайте посмотрим козерогов. Итак, козероги. Давайте смотреть. Понедельник козероги. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Там мой знак, мне кто-то неинтереснее. И воскресенье. Ну, в понедельник у козерогов десятка пентаклей. Домашние бытовые дела, рутина и какие-то новые обновки для дома. Приятная карта. Во вторник, возможно, кто-то будет стравливать. Будет кто-то колоть. Будут какие-то острые высказывания, сплетни на козерогов направлять. Очень-очень интересно. Среда. Нужно, во-первых, оказывать благотворительность козерогам. Во-вторых, возможно, что-то и перепадет и вам в среду. В четверг, день умеренности, постарайтесь не переборщить ни с чем, постарайтесь не делать кашу, постарайтесь не сделать что-то такое, то, что, вот, что называется, смешая вместе, назад не сможешь разделить. Да, потому что мы в комбайне смешиваем разные составляющие, как бы уже назад их не вернешь. Поэтому старайтесь с умом подходить. Семь раз отмерить, один раз отрезать, дорогие козероги. Что касается пятницы, работая, ничего кроме работы. Что касается субботы, поездки всевозможные. Это могут быть как на транспорте, так и своим ходом. Но поездки длительные и желание, может быть, кто-то велосипед себе присмотрит, самокат, мотоцикл, машину и так далее. Или покупки, связанные с этой темой. Ну и экскурсии еще, может быть, по этой карте. Маршруты выходного дня. Тоже в субботу. И в воскресенье старайтесь посетить родителей, в частности маму. Постарайтесь заняться детьми. И постарайтесь побыть такой домашней, такой мамочкой. Вот это совет всем козерогам на воскресенье. Теперь давайте посмотрим, что касается наших водолеек и водолеев. Тоже они будут осмотрены этой колодой. День, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. И в воскресенье. Так, дорогие водолеи. Десятка мечей. Явно кто-то и что-то будет вас колоть. Очень будет неприятный день для водолеев в понедельник. Если вы, единственное, они связаны с хендмедом, с иглами, с вышиванием и так далее. Также может быть мануальная терапия в понедельник у водолеев. Что касается вторника, опять же, вы будете править балом. Королева мечей это ваша карта. Вполне возможно, вы захотите от какого-то избавиться мужчины подобно сорняку. Вполне возможно, захотите заниматься в прямом смысле цветами, растениями. И в этот день будет вам многое удаваться. Можете разводить цветы в этот день, переукоренять, пересаживать и так далее. Что касается среды, тройка мечей, могут быть проблемы, связанные с сердцем. Может кто-то вклиниться вам, третий лишний человек, от которого вы захотите избавиться. И вообще болезненный день для вас, среда. Что касается четверга, карьерный рост, материальный рост и вообще новые высоты. Хороший день. Что касается пятницы, восьмерка мечей. Будете связаны по рукам и ногам. И главное, постарайтесь, чтобы никто вами не поужинал, чтобы вас не схарчил. Однозначно. Ну, в пятницу водолеи будут показывать свои кулаки, будут обороняться. И опять же, подстава, желание вас уколоть. Посмотрите, здесь в коктейле находится шпилька, шпажка, которая может вас проткнуть. То есть, чья-то желчь, чья-то колкость может оказаться у вас неожиданно во рту. И в воскресенье, вполне возможно, вы сможете даже, несмотря на агрессию, аккуратно, ровно пройтись по всем препятствиям и выйти победителем. Это был гороскоп для водолеев. И теперь мы переходим к нашим рыбам, нашему заключительному знаку. Что ждет рыб на этой неделе? Давайте посмотрим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Ну, наши рыбы могут захотеть худеть, могут захотеть заняться собой и явно увидят, что весы их не радуют. И также по карте суд вполне возможно, они чей-то чужой хруст на себя, чужую карму берут, чужие проблемы. Освободитесь, дорогие рыбы, от гнета чужого. Что касается вторника, опять же, очищайте других за счет себя. Вот эта вот посудомойка показывает очищение, но вы другим помогаете сделать чистыми. Опять же, за счет вас. Что первая карта у вас груз лишний, что во второй. Очень нужно, видимо, очищение и легкость сбросить лишнее рыбам. В среду возможны поездки непродолжительные у рыб. И в четверг любовные отношения могут быть, вообще желание прокатиться с ветерком. Что касается пятницы, очищаться, мыть и вообще заниматься неприятными делами. Очень много карт чистки у рыб. Дорогие рыбы, вам нужно почиститься. И, может быть, в баню сходить, и, может быть, просто вот энергетически. Потому что, посмотрите, сколько карт того, что нужно сбросить балласт. И суд, и девятка пентаклей, и семерка жезлов. То есть, реально вам нужна чистка. Ну и посмотрите, вот даже в воскресенье тоже вы захламились. Захламились. Постарайтесь избавиться от лишних вещей, от лишних людей, которые вам мешают, которые вас захламили. Ну и, собственно, поможет вам в этом, скорее всего, два человека. В среду это может быть рыцарь жезлов. Это овен, лев и стрелец. А в субботу это может быть король жезлов. Опять же, овен, лев или стрелец. Человек может вам помочь, но, опять-таки, много-много всего связанного с очисткой. Много связанного с того, что вы захламились эмоционально, дорогие рыбы. Так что, в своем аквариуме наводите чистоту незамедлительно. Ну, вот такой вот получился у меня гороскоп на зомби и домохозяйках. Расскажите, кто вам больше понравился и почему. Поэтому пишите, как у вас прошла неделя, какие моменты сбылись, какие моменты сбылись не полностью и какие моменты не сбылись совсем. Я хочу посмотреть, как эти карты работают в таких вот небольших раскладах. Я не делаю, например, гороскопы какие-то очень общие, гороскоп стихий, например. Я стараюсь максимально приближать, максимально конкретизировать ко дню. Потому что, если расширять, я считаю, что это не совсем правильно. Нужно максимально конкретно для того, чтобы увидеть, как работает колода. Я думаю, вы со мной с этим согласны. Ну и пишите. С вами были два вот таких вот изделия зомби-китаро и домохозяйки. И буду ждать ваши комментарии, какие вы хотите, чтобы колоды поучаствовали. Собственно говоря, в баттлах, в конкурсе у меня их масса. И я с удовольствием с ними поработаю для вас. Хорошей всем недели, самых интересных, положительных событий. И, конечно же, кому нужны конкретные расклады на конкретные ситуации, пишите. Я всегда на связи. Я на платной основе за очень скромные деньги с удовольствием вам отвечу. Всем всего самого доброго и до следующей недели. Пока!